Падмила Андреевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Это Михаил Евгеньевич Аоферов из города Кемерово. В общем, сейчас мы находимся в Киримском районном суде города Кемерово. Рассматривается моя пенсионная жалоба. 12 августа в 6 часов утра я просыпаюсь от того, что мне СОБР выпиливают двери в квартиру. Но я двери открыл, чтобы они точно с петель не сняли. Проводят обыск по 297 статье Уголовного кодекса. Приходят изымать эти вещи, которых у меня дома уже нет. То есть тот же самый следователь, который проверял сообщение мое об обыске 5 июня. То есть ему отлично известно, что ничего нового у меня дома нет. То есть все, что у меня изъято, это мобильный телефон, видеокамера, еще один Людмила Андреевна телефон и носители, карты памяти, они к отношению имеют абсолютно к уголовному делу. В общем, после обыска меня доставляют в Следственный комитет, предъявляют обвинение по 297, там же меня сдают судебным приставом, после чего меня приводят в мировой суд в Кировском районе. Там судья Гудз рассматривает дело в административном правонарушении, ч. 4, 20-25. Я предъявляю справку о том, что у меня заболевание в острой форме уже, то есть у меня сейчас острые язвы, 12-першной кишки, то есть обострение идет. Она игнорирует судья Гудз и назначает мне наказание, штурм суд к административному аресту. То есть, в общем, отобрать телефон, отобрать камеру и посадить любой ценой. То есть, и получается, с понедельника, с 12-го числа отбываю административный арест, написал апелляционную жалобу. Сейчас в суде исследована справка. Вчера меня поскоро возили в больницу в 11-ю, с острой язвой меня не госпитализировали, но выдали еще одну справку, подтверждающую наличие острого заболевания. Сейчас в суде исследована справка, исследована ходатайство. То есть, я даже настаиваю на том, чтобы меня освободили для того, чтобы я мог лечиться, потому что у меня уже, ну все, острая язвенная болезнь. То есть, если меня сейчас не лечится, ну, не знаю, там, вообще необратимые последствия начнутся для здоровья. Ну и, собственно, находимся в перерыве, ожидаем, что будет, дорогие друзья. Освободиться я должен, ну, если меня там снова не закроют, 26 августа в городе Кемерово. Ну, собственно, все. Благодарю за внимание.